Это не просто заевание власти масонством, это генетическое распространение вот этой заразы, генетическое. Потому что все началось с черной аристократии, все вот эти основные, все люди, тот же Рассел, тот же Эйнштейн, тот же этот самый Карл Маркс, кого не возьми, они все, все голубые были, все. Так же, как все правители у нас, знаете, при Ленине, да? Ну, когда Мария Тошеднян раскрыла переписку Зиновьева с Лениным, да? Вот у Дэвида Айка написано, значит, они проводили специальные программы по искусственному осеменению. То есть у одних Ротшильдов, он считает, у одних Ротшильдов 300 тысяч потомков в Европе. И вот эта вся шваль, это вот... Ну, Гитлер родился. Гитлер, да, Гитлер проводил такую же политику искусственного осеменения, понимаете? Вот откуда у них такая элита. Гитлер сам потом вопросов. Ну, конечно, конечно. Несколько лет назад появилась информация о Гитлере. Оказывается, Гитлер, значит, после того, как прожил в Аргентине, там, лет 30, переехал в Штаты и жизнь свою доживал в Штатах. Значит, все это было написано. Значит, приведена фотография, свидетельство, как ему документы давали. Помер в возрасте 117 лет. Значит, это было везде в интернете размещено. И через несколько дней всю эту информацию зачистили. То есть, совсем недавно? Да. В 2007 году, по-моему. 117 лет. То есть, вот эти нелюди, одержимые бесом, да? Это не люди, да? Это действительно люди, полностью лишенные совести, переживаний, да? Ну, и в том числе за счет того, что это действительно какие-то биороботы. Они действительно могут жить очень долго. Если посмотреть там на того же Дэвида Рокфеллера, который там в 98 лет, понимаете, летает на самолете по всему свету, да? Объяснить это только тем, что у них там существует специальная медицина, нельзя. Значит, эти люди действительно одержимые бесами, могут жить очень долго. Вот та же английская королева, помните, да? Да, ну, посмотреть на теперешнего этого Киссинджера, которому сколько там, 86 лет, тоже везде ездит. Ну, Горбачев, да, нашпиковывает. Горбачев тоже, это уже не человек. Ну, Горбачев, ведь знаете, почему его сделали, так сказать, членом, практически его сделали членом комитета 300, но он там, конечно, никто. Здесь председатель, да, но понимаете, почему? Потому что они же родословно все поднимают человека, а он внук авторитетного раввина, который потомок, так сказать, Хазарского Кагана. То есть он их человек, поэтому вся родословная его брат прослежена, и поэтому именно Горбачева, английская разведка, внедрили, да, и поднимала по служебной лестнице, уничтожая при этом многих людей. Многие были уничтожены.